Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Главные спортивные события недели в нашем традиционном обзоре. В центре внимания, естественно, хоккей. Сегодня в программе. Новобранцы Северстали готовы к борьбе за место в плей-офф. Поможем вместе команде, городу, клубу, болельщикам вывезти команду в плей-офф. Кто будет играть в «Алмазе» и где будет играть «Алмаз»? По крайней мере, в этом году есть из кого выбирать. «Алмаз» первым вышел из отпуска, и молодые хоккеисты уже добрались до льда. Изменения будут большими как в составе команды, так и в структуре молодежной хоккейной лиги. Тренерский штаб череповейской молодежки остался прежним, а вот в составе произойдут существенные изменения. Еще в мае хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракты с шестью нападающими, тремя защитниками и голкипером 96-го года рождения, чтобы те стали костяком состава «Алмаза» в новом сезоне. Это форварды Дмитрий Баранов, Вячеслав Скобелев, Виталий Яровой, Владислав Лановенко, Дмитрий Литвинов, Евгений Степанов, защитники Дмитрий Шаповалов, Иван Крылов, Иван Воробьев и вратарь Савеликононов. Все соглашения рассчитаны на один год. В отпуске парни тренировались самостоятельно и приехали с настроем отвоевывать место в составе. Обязательно работал в зале, работал на земле, бегал, прыгал. Ну а так, лето, в общем, неделю отдыха и потом вступил в работу сразу. Какие-то рекомендации тренер давал? Да, была программа, по которой мы, ну, сначала самостоятельно, а дальше по программе последний месяц, по программе по-тренерски занимались. А битва за место в Алмазе предстоит серьезная. Прошлогодние лидеры отправились в клуб высшей лиги «Эшсталь». Четыре человека тренируются с «Северсталью». От прошлогодней команды осталось всего 10 хоккеистов. Остальные – новички. Восемь выпускников своей школы, остальные – приезжие. В том числе и пять игроков, выбранные Череповецким клубом на ежегодной ярмарке талантов. Ну, по-моему, хорошая команда, ну, как бы с ребятами, с многими тут знаком. Вот, позвонил, все у них разузнал, сказали, все хорошо тут. Условия хорошие для всего. Я рад, что меня сюда выбрали. Когда приехал, рассказы с Охвали, с ожиданием. Да, хорошие условия, правда, ребята не собрали. Какие планы у нас судьбой новой команды? План только один – выиграть кубок Харламова. Больше никаких планов нет. Вот сейчас на льду из прошлогоднего состава у нас 10 человек. Остальные – новички. Кто, новички – это наши ребята или не только? Пять человек выбрали с драфта, которые, за исключением одного в сборной, у нас уехал один. Мы с ним еще контракт не заключили, поэтому фамилию не буду называть. Я, как уже сказал, 9 человек – это воспитанники выпуска 98-го года и 99-го. И мы работали здесь весной, просматривали ребят, пригласили по цифре, могу сказать, 7 человек еще пригласили. И сейчас среди них такая хорошая конкуренция. Естественно, всех мы оставить не сможем. Но, по крайней мере, в этом году, если с кого выбирать, в объеме мы в этом году преуспели. Главная проблема сегодня – до сих пор не утвержден регламент соревнований молодежной хоккейной лиги. Нет ни календаря, ни полного состава участников, ни даты начала чемпионата. Из-за этого сложно скорректировать график тренировок, чтобы всем успеть подойти к играм в хорошей форме. Пока ясно только, что команд станет меньше, и все они будут приписаны клубам КХЛ. К сожалению, регламента нет еще. Это настораживает. Все говорят, что будет, может участвовать и 95-й год рождения. Пока это только слова, официальных бумаг нет. В этом году, в связи с тем, что там прошли изменения в управлении лигой и в руководстве лиги, они никак еще не могут с регламентом определиться. У нас нет его. Нет начала чемпионата, расписание еще не будет. Нет. Но предварительно мы знаем, что будет сложнее попасть в плей-офф. То есть нужно будет занять с первого по четвертое место в своей конференции, чтобы выйти. Не будет 1-32 финала, а все начнется с 1-16. Поэтому команда число сокращается, попасть в плей-офф труднее. Вот это единственное новшество пока. А пока череповецкая команда готовится по своему плану. Сейчас она уезжает в Адлер. Будет турнир в Санкт-Петербурге, и обязательно состоится традиционный мемориал космонавта Беляева в Череповце в начале августа. Наш турнир будет с 3 августа по 7-е. Участвовать будет Динамо Рига, Лока Ярославль, СКА-1946, Динамо Санкт-Петербург и Серебряные Львы Санкт-Петербург. Северсталь также приступила к активной подготовке к сезону и уже перебралась в Сочи. А перед отъездом прошла презентация новобранцев клуба. Хоккеисты вышли из отпуска почти на 3 недели раньше привычного. Причина чемпионат КХЛ начнется раньше обычного, уже 24 августа. Следовательно, времени на отдых было меньше. Однако, все планы реализовать успели. Отдых получился плодотворный, в принципе. Все планы, которые задумывали были, воплотились. Хорошо отдохнули, сейчас готовимся к тяжелой работе. Когда продлевали контракт в Северстале, какие основные факторы принимали его внимание? Во-первых, то, что во мне заинтересована команда. На меня рассчитывают партнеры по звену. Все остались, мы между собой разговаривали. Мне здесь все нравится, поэтому я решил от добра добра не ищут. Подписал контракт здесь, в Северстале. Почему тянет ли на лед в игру? Все-таки столько месяцев без хоккея. Ну, конечно, на лед тянет. Мы, в принципе, катались здесь с ребятами. Я в Москве катался. Лед все равно никого не уходил. Отдыхали и в то же время тренировались. Конечно, хочется побыстрее уже начать играть, потому что тренировки – это изнурительно тяжелая работа. А игра – это все равно много эмоций, получается, от игры и удовольствия. То, что вы летом начинаете, это для вас плюс? Начинаем, посмотрим. Мы еще не начинали летом, сейчас посмотрим, узнаем, плюс или нет. В принципе, так лига решила, что они же подстраиваются под сборную. Значит, будем тоже подстраиваться. Про сборную, кстати, думаете? Да, я вызываю на сканце, почувствую, что это такое. Требования, в принципе, понятны. Надо очень много улучшать качество в своей игре, чтобы попасть в окончательную заявку. Поэтому будем работать. Потому что тройка в вашем сфере сохранила, все ребята остались в команде. Радует вас, как и влюблено. Да, очень радует, потому что, надеюсь, тренера нас не будут разбивать. Будем продолжать играть в своей тройке и поможем все вместе команде, городу, клубу, болельщикам вывезти команду в плей-офф, чтобы наконец-то все два сезона смазанных были уже в памяти там остались. Тот, кто подписал контракт до отпуска, отдыхал спокойно. А другим приходилось сделать непростой выбор при смене команды. Игрю Скороходову было проще. Он вернулся в родной клуб спустя 10 лет. Первый раз мы плотно поговорили, как бы достигли соглашения. Я был неограниченным агентом, то есть я не мог сам решать свою судьбу, когда подписывал хантамансийский контракт последний. Давно хотел вернуться. Я очень рад, что это случилось. Постараюсь сделать все, что от меня зависит. Кроме Игоря сегодня официально с ветры Череповецкого клуба примерили еще два новобранца-легионера. Это 30-летний шведский игрок обороны Маттиас Карлсон, для которого Северсталь станет первым клубом в КХЛ, а также чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина чешский защитник Мирослав Блатяк. В начале самое главное – помочь команде, как бы успехов добились и просто стараться со всех сил. Почему все-таки Северсталь? Были ли другие варианты? Ну, я также хотел уже поближе, как бы домой, к Чехии. Летом сын родился, и поэтому хотел еще ближе, и Северсталь предложил мне контракт, и так мне договарились. Сюда пришел. Это было около месяца, когда я подписал, и я не знаю так много о клубе, но я спросил других сведеских героев, которые были здесь, Ставан Кромваль, и Адам Ханквист. Ну, это немного разно от Свеции, но я уверен, что я люблю. Отметим, что линию защиты Северсталя должен также усилить чех, он же немец, который присоединится к команде чуть позже. Между тем, новый главный тренер Северстали, Васлав Секора, считает, что команде требуется еще усиление. По иностранцам никто еще думал, что нам надо взять еще одного нападающего, но еще не получилось найти этого игрока. Но я очень рад, что получилось найти этих защитников. А вот в тренерском штабе усиление найти уже удалось. Помогать Секоре будет олимпийский чемпион Дмитрий Рюшкевич, которого отдельно представлять череповчанам не требуется. Ощущение замечательное. Я всегда приезжаю домой, я приезжаю домой редко, я всегда вижу теплоту, с которой меня принимают и болельщики, и друзья, и просто череповчане. Поэтому вернуться сюда в роли тренера для меня это, в общем-то, очень знаково, и на этом этапе я думаю, что, наверное, смогу помочь команде решать поставленные задачи. Раннее начало чемпионата тренерский штаб не считает проблемой. Гораздо больше опасений вызывают чрезмерно длинные домашние серии игр. Я думаю, что система сейчас, в этом году, лучше, чем в прошлом, потому что там сыграем больше игр с другими командами, сыграем два раза дома и два раза на въезде. Или один-один. Два-два. Два-два, да. И потом шесть игр с этими командами, которые ближе нас. Я очень рад, что так будет. Но там момент, где два раза у нас очень много игр подряд дома. Мы играем после трех первых игр, мы играем после двух, мы играем семь игр дома и потом в новомбре играем шесть. Это мне не очень нравится. Я бы хотел, чтобы играли регулярно, например, три, три и так. Но что сделать? календарь, и нам надо играть так, как в данном. Чуть-чуть, я не знаю, может быть хорошо, когда будем собирать очки, но также, когда не получится, это чуть-чуть, чуть-чуть проблема. 5 июня хоккеисты отправились на первый тренировочный сбор в Сочи, где проведут и первый контрольный матч. Затем будет сбор в Финляндии, а перед стартом чемпионата турнир в Санкт-Петербурге. Свой первый матч нового сезона Северсталь сыграет 25 августа в Хельсинки, а открытие сезона в Череповце состоится 31 августа игрой с обладателем Кубка Гагарина Питерским СКА. Это все о спорте на сегодня. Снова встретимся через неделю в это же время. Будем встречать из отпуска волейболисты к Северянке. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров Корректор А.Кулакова